Главной мировой новостью минувшей недели стал дебют нового Мерседеса С-класса. И если на видео вам мерещится С-класс, не переживайте, у С-шки так было всегда, ведь Baby Benz испокон веков обновляется вслед за флагманом и перенимает у него часть дизайнерских и конструктивных решений. Но если Мерседесы мы в России знаем и любим, то электрический Hyundai Ioniq 5 – это новость из разряда неожиданных, особенно если учесть наполеоновские планы корейцев. Уже в этом году Ioniq дебютирует в России, а в перспективе вырастет до самостоятельной марки. Отечественный автопром порадовал нас запуском сразу трех разных моделей. В Калуге начали сборку обновленных внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, и там же выпускается коммерческий фургон Citroen Berlingo. В Калининграде налаживают сборку минивэнов Kia Carnival, а группа ГАЗ модернизировала Gazelle Next. Мерседес заткнул основные рыночные ниши кроссоверами, а входным билетом сделал седан и хэтчбэк А-класса. Однако главным хитом марки продолжает оставаться С-класс, поэтому немцам было важно сделать безупречную во всех отношениях машину. Свежие C-шки, без сожаления, отрядили платформу и дизайн флагманского S-класса. Разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемое шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю, ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин медиасистемы сначала появились на S-ке, а теперь перешли C-классу. Добротное наследство, не правда ли? И вообще, с приходом серии W206 модель стала как никогда солидной. Шутка ли, по длине второе по старшинству семейство Мерседесов догнало легендарную 124-ку, которая четыре десятилетия назад казалась безразмерной. И хотя добиться заметного прироста длины удалось главным образом благодаря увеличению свесов, пространство салона также увеличилось по всем направлениям, а заодно наполнилось новомодным оборудованием, вроде мультиконтурных кресел и фоновой подсветки. Список опций вообще не имеет границ. В него входит четырехзонный климат-контроль, вибромассажные кресла и многие другие вещи. Скажем, заказные матричные фары даже готовы рисовать на дороге подсказки от системы навигации. И лишь перечень моторов кажется недостаточно солидным. В нем нынче числятся пять позиций, при том стартовые агрегаты объемом всего полтора литра. И да, больше никаких механических коробок. Хочешь не хочешь, а бери девятиступенчатый автомат. Кроме того, в европейском исполнении на всех движках навешаны мягкогибридные довески. А позже Мерседес обещает презентовать полноценные подзаряжаемые гибриды – бензиновый и дизельный. Седан и универсал презентованы одновременно, ведь во многих странах именно туринги пользуются наибольшим спросом. В Россию «Ц-шка» придет до конца весны. В первую партию войдут сплошь бензиновые седаны – переднеприводные «Ц-180» и полноприводные «Ц-200» «Фомэтик». На местную сборку рассчитывать сейчас не приходится, так что машины будут приходить из Германии. Обновленный кроссовер «Санта-Фе» будет первой в этом году новинкой марки «Хёнде» на российском рынке. Напомним, что прошлогодняя модернизация модели оказалась неожиданной. И не только потому, что корейцы взялись обновлять совсем свежую, двухлетнюю машину. Важнее, что список изменений оказался обширным. Преобразилась не только внешность. Под кузов подкатили новую платформу. На этой тележке базируются актуальные «Хёнде Соната» и «Киа Соренто». Отсюда и новая гамма двигателей, унифицированная с родственниками. Вместо старого бензинового атмосферника 2.4 – свежий агрегат 2.5 из семейства «Смарт-стрим», который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Дизель 2.2 – тоже новьё. Он сочетается с восьмиступенчатым преселективным роботом. А вот бензиновая «шестёрка» с классическим восьмидиапазонным автоматом не поменялась. Зато цены изменились заметно, хоть комплектаций по-прежнему четыре. Базовый кроссовер в версии «Фэмили» подорожал на 200 тысяч рублей и стоит теперь без малого 2,5 миллиона. Самый доступный дизель оценён в 2 миллиона 800 тысяч. А шестицилиндровая версия в единственной комплектации «Хай-Тек» станет вашей за 3 миллиона 300 тысяч. О наполнении комплектации стоит говорить, глядя в сильно переделанный салон. Ведь дисплей медиасистемы теперь не 7, а минимум 8-дюймовый. В базовую комплектацию также включён двузонный климат-контроль, подогрев руля, передних сидений и лобового стекла, светодиодные фары и камера заднего вида. А в верхней комплектации «Престиж» будет уже мультимедийка с широким экраном на 10,25 дюйма, вентиляция передних сидений и 18-дюймовые колёса вместо 17-дюймовых. Для России кроссоверы по-прежнему собираются на калининградском автоторе и вскоре появятся у дилеров. Электромобили ещё только начинают отвоёвывать своё место на российском рынке, но первый электрический «Хёнде» появится и у нас. И это хорошо, ведь в мировом автопроме не осталось места для авантюрных идей и необычных форматов. По большому счёту, автопроизводители лишь выводят новые поколения успешных моделей, да штампуют городские кроссоверы разных размеров. А вот электрические модели позволяют себе быть необычными и вызывающими. Таков и «Хёнде Айоник 5». Это крупный хэтчбэк с футуристическим дизайном. И кто углядит, что дерзкий образ новинки построен вокруг ностальгических ретро-мотивов. Хотя корейцы не скрывают того факта, что основные черты Айоника заданы их первой моделью – крохотной пятидверкой «Пони» образца 1975 года. Помимо внешности, батарейный кореец удивляет чудесами компоновки. Расставив колёса по углам кузова, авторы машины получили трёхметровое расстояние между осями. Для сравнения, у огромного кроссовера «Хёнде Пелисейд» колёсная база на целый дециметр меньше. Кроме того, современная электрическая тележка обеспечила абсолютно ровный пол, а дизайнеры подчеркнули этот нюанс, отказавшись от привычной центральной консоли. Её заменяет передвижной бардачок-подлокотник. Вообще, авторы салона чувствовали себя крайне вольготно, поэтому некоторые решения кажутся спорными. Скажем, плоская приборная доска из двух больших дисплеев выглядит необычно, но наверняка ослепнет под ярким солнцем. Оценить все плюсы и минусы неординарной новинки европейцы смогут этим летом, а мы, россияне, увидим новинку под занавес года. Желающим стоит приготовить миллиона четыре рублей. Примерно такой ценник навесили европейские дилеры на заднеприводную версию со стандартной батареей. Всего существует четыре исполнения машины, при том топовая имеет полный привод и ёмкий аккумулятор. Напоследок отметим, что Ionic стал первой моделью, в основе которой лежит новейшая архитектура и GMP. В целом тележка напоминает разработки конкурентов, однако корейцы раньше других внедрили электромоторы и батареи нового поколения. Дальнобойность новинки еще предстоит выяснить, но предположим, что она будет на уровне 400 километров. При этом авторы батарейной платформы уже похвастались, что для стаклометрового броска достаточно пятиминутной зарядки. Разумеется, вскоре Hyundai выкатит целую россыпь электрических новинок. И, скорее всего, бренд Ionic станет самостоятельным, как недавно произошло и с маркой Genesis. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport обновился еще позапрошлым летом. В России мы ждали новинку в 2020 году, но в действительности дождемся только к лету 2021-го. Завод PSMA под Калугой уже приступил к выпуску машин, поэтому официальная презентация состоится в начале марта, а пока объявлены спецификации. В результате модернизации несколько увеличилась длина и высота. Напомним, что свежий Pajero Sport отличается оформлением передней части и дизайном задних фонарей. Стеклоочистители подогреваются в зоне покоя, а среди опций появилось активное освещение поворотов. В салоне прописались два 8-дюймовых дисплея. Для приборов и главного экрана медиа-системы Mitsubishi Connect. Центральная консоль полностью переделана. Добавлен электронный ручник и система предупреждения о наезде сзади. А пассажиры второго ряда оценят силовой USB-разъем и розетку на 220 вольт. А вот силовые агрегаты прежние. Это четырехцилиндровый турбодизель и атмосферный бензиновый V6, которые сочетаются с восьмидиапазонным автоматом i-Syn и полным приводом. Цены мы узнаем совсем скоро, а дилеры откроют продажи внедорожников в мае. На том же заводе PSMA Rus выпускаются каблучки Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Последний вышел на российский рынок в конце прошлого года, а теперь подоспела очередь и близнеца Citroen. Технически машины идентичны. Обоим на выбор предложен атмосферный бензиновый двигатель и турбодизель аналогичного объема, сборку которого наладили тут же в Калуге. Есть два типа кузова – короткий трехкубовый и длинный четырехкубовый. А вот цены неожиданно отличаются. Фургон Citroen со стандартным кузовом стоит 1 миллион 230 тысяч. Доплата за удлиненную на 25 сантиметров версию – 90 тысяч. Аналогичный Peugeot Partner официально стоит ровно на 30 тысяч рублей дешевле Citroen. Объяснение простое. По старым ценам Peugeot распродает прошлогодние машины. Прайс непременно перепишут, как только у дилеров появятся автомобили 2021 года. От коммерческих Citroen к легковым. Маленький C3 Aircross выпускается уже три года. Пришла пара планового рестайлинга. А, как мы помним, за дизайн Citroen с 2018 года отвечает Пьер Леклерк, который еще в нулевые прославился, работая на BMW, затем рисовал облик китайских авейлов, а перед возвращением в Европу успел недолго потрудиться на Kia. Теперь Бельгии средактируют нынешнюю гамму Citroen. Сбоку и сзади C3 не изменился совсем. А вот передняя часть перерисована серьезно. Суть изменений передает пресс-релиз. Если прежний Aircross демонстрировал доброжелательность и свежесть, то новый достиг зрелости. Сенсорный экран медиа-центра увеличен с 7 до 9 дюймов. Добавлена беспроводная зарядка телефонов. А еще внедрены кресла Citroen Advanced Comfort, ранее известные по моделям C4 и C5. Техническая начинка не изменилась вовсе. Это две версии бензиновой турбо-тройки и еще два варианта четырехцилиндрового дизеля. Младшие сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой. Более мощные – с автоматом. В Европе обновленный Citroen начнут продавать летом. В России новинка тоже будет, но позже. Едва ли это кого волнует. Продажи C3 даже в благополучном 2018 году не превысили 300 штук. А в кризисном 2020 раскупили ровно 113. Сегмент больших вэнов в России пополнится четвертым поколением Kia Carnival. Выпуском машин уже занялся калининградский завод «Автотор». А продажи должны стартовать во втором квартале. «Карнивалы» делают крупноузловым способом по технологии СКД. Проще говоря, на берег Балтики приходят полностью комплектные кузова, силовые агрегаты и узлы шасси, которые здесь собираются воедино. Напомним, что Kia позиционирует новый «Карнивал» как большой утилитарный автомобиль. То есть нечто среднее между кроссовером и минивэном. Оценить прелести необычного формата россияне смогут, заплатив 2 миллиона 600 тысяч рублей. А под конец выпуска поговорим об отечественном автопроме. Как известно, модернизация универсала «Лада Ларгус» не ограничилась дизайном, а затронула и базовый восьмиклапанный двигатель. Он стал немного мощнее и моментнее. А главное, 80% тяги теперь доступны всего при тысяче оборотов. Всего инженеры внедрили больше 20 новых деталей. Так к агрегату приладили облегченные клапаны и валы, коленчатый и распределительный. Вдобавок под замену отправились поршни, шатуны и даже ремень ГРМ. А еще двигателисты перекроили головку блока цилиндров, улучшив систему вентиляции. Из интересного отметим, что клапанные толкатели и маслосъемные колпачки взяты от двигателя Рено. А шатунами и клапанами поделился Тольяттинский 1.8. Вслед за «Ларгусом» новинку примерит Гранта. Обе модели станут немного быстрее и экономичнее. А в плане сервиса дополнительным бонусом станут неубегающие клапанные зазоры. Их регулировка потребуется лишь через 90 тысяч пробега. Тем временем группа ГАЗ доработала базовую версию «Газели Некст». Главным новшеством стало внедрение современного заднего моста типа «Спайсер», с которым по умолчанию идут дисковые тормоза вместо барабанных. Сам мост подвешен через оригинальный пакет «Ресор», а закрывает список улучшений антиблокировочная система тормозов, наконец, ставшая базовым оборудованием. Логично предположить, что нижегородской полуторке придется стать дороже. Между тем, до конца года должна дебютировать «Газель НН», то есть свежая версия «Некста». Нижегородский завод полным ходом готовится к производству. А саму машину в серийном варианте мы увидим на осенней выставке «Комтранс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова